Я управляющий партнер компании SMM Group, которая занимается продвижением в социальных сетях. Я вам хочу представить свой проект SMM Школа. В чем его суть? Расскажу чуть больше по проблематике. Есть большое количество компаний малого и среднего бизнеса, которые задумываются о том, что бы там можно сделать в социальных сетях, в фейсбуке, заводят страничку, заводят профиль, что-то делают, собирают лайки, но часто не хватает знаний, времени, денег на то, чтобы делать это качественно. Мы предлагаем формат дистанционного обучения в онлайн-режиме обучению в продвижении в социальных сетях. То есть в отличие от других тренингов, курсов и всего остального, это курс предлагает несколько социальных сетей. Со 2 декабря это будет Facebook и LinkedIn. В течение декабря мы сделаем ВКонтакте одноклассники. Доступ будет в режиме All-Inclusive. То есть все, у кого есть доступ к этой системе, могут проходить обучение в любой удобной для них форме. То есть если они знают что-то там по Facebook, им чего-то не хватает, они отдельные куски изучают. Если они вообще не знают ничего по социальным сетям, какие их возможности, что-то можно делать, проходят весь курс. То есть мы постоянно эту систему добавляем и обновляем, потому что изменяется и сама социальная сеть, то есть добавляются новые инструменты, перестают работать старые. И, ну скажем так, сама аудитория меняется. То есть в Америке уже люди из Facebook убегают, у нас пока еще такой тенденции не наблюдается. То есть у нас пока еще социальные сети растут и развиваются. Курс состоит из трех блоков. Первый – это базовый, то есть вообще как пользоваться социальными сетями. Например, мы часто сталкиваемся, что люди, представители компании B2B-сегмента задумываются о том, как бы использовать LinkedIn, но он достаточно сложен, скажем так, вот если самостоятельно изучать. Вот. И, ну, возникают часто вопросы, как там то сделать, как все. Вот это базовый уровень, который позволяет вообще просто понять, как пользоваться социальной сетью. Второй уровень – это стратегии, да, то есть когда научился каким-то инструментом, создал профиль, страничку, а как ее правильно вести, как вовлекать аудиторию, как генерировать продажи, как создавать лояльность и другие какие-то вещи. И третье – это уже специфические курсы по направлениям. То есть это SMM для тренингов компаний, SMM для B2B-компаний, SMM для e-commerce и там другие направления. Вот. Тут кратко, что мы планируем там на ближайшие три месяца сделать. По деньгам. Что мы хотим? Нам нужно 30 тысяч гривен. Эти деньги пойдут на оплату гонорара автора и прямую рекламу. То есть проект уже почти готов, поэтому, в принципе, его можно только рекламировать и на этом зарабатывать. Конкуренты, конечно же, есть. То есть где-то 50 на 50. Половина украинских компаний, половина российских. Средняя стоимость обучения в, скажем так, в Украине, в России стартует, если мы говорим не о тренинге, о курсе, где-то от 2000 гривен. У нас стоимость 500 гривен в месяц. А сколько? Что? Сколько месяцев? Тут каждая система, это, ну, то есть не так, что ты изучил курс, да, и можешь про него забыть. То есть это, по сути, не обучение вот в таком виде, в котором мы его понимаем. По сути, это база знаний. То есть представители компании в любой момент могут получить какую-то консультацию, да, ну, там, в ограниченном режиме, и просто получить доступ к информации. То есть сегодня, например, там, мне конкурсы в Фейсбуке не актуальны, да, а через какое-то время я хочу провести. Я захожу, изучаю материал, да, и не допускаю никаких фокапов в проведении этого конкурса. Ну, какие-то другие моменты. Вот мои контакты. Если у кого-то есть интерес не с точки зрения инвестирования, а с точки зрения пользования, то предлагаю вариант, скажем так, ранней регистрации. Вот первые пять человек, которые зарегистрируются, получат скидку 75%. У меня все. Что? Навсегда. Навсегда на тот период, на который они платят. Вопросы? А 500 – это доступ в месяц или то что? В месяц. 500 гривен в месяц. И вот так вот я каждый месяц могу хоть пять лет платить вам и консультироваться, да? Типа за 500 гривен я получу себе консультанта. Ну, это не совсем консультация, это больше доступ к базе знаний, которая постоянно обновляется. То есть, грубо говоря, те инструменты, которые были в том же самом Фейсбуке, ВКонтакте год назад, они сейчас уже или не работают, или работают очень плохо. Появились новые. Там будут записанные видеоматериалы храниться, да? Это будут скринкасты и презентации. Презентация, видео. Ну да. Ну, скринкаст – это, грубо говоря, видеоэкрана. Потому что видео спикера оно, по сути, не нужно. То есть, нужно видеть, как, что и где делать. Да, и просто презентации, как вот. Вопрос. Защита материалов от копирования. Допустим, человек… Смотрите. Это вот защитить абсолютно любой материал в интернете невозможно. Как только у человека есть доступ, он может это всё копировать и забирать себе. Ну, скажем так, почему мы не боимся копирования? Потому что даже та презентация трёхмесячной давности… Вот мы проводим там обучение в оффлайне, проводили. Сейчас уже завязываем с этим. Та презентация… Я открываю там трёхмесячную презентацию, смотрю, половина из этого уже как бы устаревает в той или иной мере. Поэтому даже если человек скопировал, сохранил себе, не факт, что через какое-то время там будет актуальная информация и она ему будет полезна. Наша фишка в том, что мы будем постоянно обновлять. То есть, мы занимаемся продвижением в социальных сетях в рамках компании «Самонгрупп». Поэтому мы постоянно эту всю информацию обновляем для себя. Потому что у нас есть сотрудники, которые тоже должны обучаться и в том числе самообучаться. А предложение инвестору ещё раз открыть? 30 тысяч гривен. Понятно, что 30. А что за 30 тысяч? А, переговоры. Да. А примерно? Что? Ну, 10-15%. То есть, запуск 2 декабря. Ну, то есть, следующий пункт. И вам на эти деньги нужно 3 курса. Каких? По вашим слайдам. 3 программы там у нас были. Ну... Стратегия. На самом деле, больше. Больше. Но даже 3 это по 1000 евро разработчику программы. Это не разработчику, это автору, скажем. Автору, правильно. Какое качество вы рассчитываете получить по 1000 евро? Ну, смотрите. Это же не комбикорма, это же самообучение. Автор и так проводит тренинги, за которые он берёт определённую сумму денег. Стоимость курса при, например, покупке может составлять 2-3 тысячи гривен. Потому что на его разработку не так много времени на самом деле тает. Какие компетенции вообще авторов и... Работа в бизнесе. Ну, то есть... Последние проекты? Данные, откуда берутся основления с LinkedIn? Смотрите, базовые вещи берутся, ну, создаются нашими сотрудниками, которые непосредственно занимаются постоянно. Вот. Вещи... Вы сами исследуете? Мы сами это делаем постоянно. Ну, то есть для наших клиентов, для своих проектов. Вот. Если говорить о курсах, там, для тренинговых компаний, там, для B2B, это привлечение авторов, которые работают в этом сегменте и которые занимаются данной проблематикой. Ну, их не так много, но... То есть программа, она может состоять не только из материалов одного автора. То есть есть люди, которые набили в определенных нишах себе руководства. То есть мы с ними договариваемся и покупаем у них, скажем так, контент. А сейчас скажите, а не так же с того, что просмотры вот этих вот скринкастов это, ну, по сути дела, игра в один ворота. Нужны как минимум какие-то типфейки, там, тестирования, ну, по крайней мере, для человека, который учится, важно понимать качество. Ну, тут вопрос, скажем так, ресурсов, которые человек готов на это тратить. Если человек думает, что он за бесплатно все получит и ему сделают сказку, то это миф, по крайней мере, в социальных сетях. Поэтому можно обратиться к агентству, которое там за определенную сумму денег раз в 10 больше, чем ту, которую озвучил я, сможет вам более-менее квалифицированно помочь. Вопрос, готовы вы платить или нет. То есть если вы не готовы платить, можете воспользоваться, скажем так, моим предложением. Или изучать самостоятельно. На самом деле информации в интернете масса. Пожалуйста, изучайте. Вопрос, как быстро и насколько качественную информацию вы найдете. и вопрос трастовости источника, который эту информацию разместит. То есть мы размещаем то, что мы сами делаем в своей работе. То есть если мы этот инструмент не используем, мы его и не рекомендуем, и о нем не рассказываем. Дмитрий, это 2-3 программы в месяц будет выпускать. Получается, у вас будет накапливаться библиотека. Пользователь, который сейчас 500 гривен платит, и тот, который через полгода те же 500 заплатит, он сможет... Я не уверен, что через полгода это будет 500 гривен. То есть 500 гривен это на данный момент. И плюс через полгода половина того, что там было, лежит, уже никому не нужно. Устаревание информации очень... Не, ну базовые курсы мы все равно будем обновлять. Поэтому насчет устаревания, скажем так, я бы тоже попал. Вы вообще думали, как вы будете бороться, когда появится на открытых источниках информация, которая будет пускать? Никак мы не будем бороться. Пожалуйста. Ну то есть я на самом деле не вижу большой проблемы в этом. Оно и так в различных кусках есть в интернете. Вопрос, еще раз говорю, готовы ли вы тратить свое время и сколько вы готовы тратить, чтобы вот это все собрать в картинку у себя в голове. Потому что, скажем так, кусковой подход, он и дает кусковые результаты. То есть нужно понимать, вообще социальные сети нужны и не нужны. Если нужны, как правильно ими пользоваться. Что-то, кто нам понравится. Спасибо большое.